Пассажиры тверских автобусов жалуются, что в них невозможно дышать из-за того, что кондиционирование включают не все водители. Между тем, температура воздуха в Твери области продолжает держаться на экстремально высоких для наших краев отметках, плюс 30, плюс 32 градуса. Наша съемочная группа пообщалась с пассажирами и сама проехала в синем автобусе, чтобы убедиться, насколько комфортно в условиях аномальной жары передвигаться на общественном транспорте. В областную столицу пришла по-настоящему летняя, даже аномальная жара. 29 июня в некоторых округах Верхневолжья были побиты температурные рекорды. Жарче всего было в Твери, где воздух прогрелся до 32 градусов. Температура превысила норму почти на 7 градусов. В июле жара сохранится и, возможно, даже новые температурные рекорды. И все хорошо, если бы добраться до дома, работы, учебы и по другим делам, можно было бы с комфортом. Но многие пассажиры общественного транспорта свои поездки комфортными назвать не могут. И в социальных сетях высказывают негодование по поводу духоты в автобусах. Канди не включены. Надо сказать спасибо, если при этом в салоне печка еще не работает. А то, может быть, запросто включена. Вот в точку. Недавно так и ехали. Из автобуса вышли. 28 градусов показались прохладой. Сегодня ехали на 43-м. Там вообще отопление работает. Светлана, это старый способ. В жару, чтобы двигатель не перегревался, включают печку. Мы решили проверить, насколько в тверских автобусах комфортно и удобно в период такой летней жары добираться до нужного места. Сели в первый попавшийся автобус. Это номер 101. Движется он в Александровку. Зашли. Здесь вполне прохладно. Работает кондиционер. Поэтому доехать до нужного места можно с большим удобством. На дачу. Каждый день езжу. Кто первый? Он хорошо. Всегда кондиционер работает. Народу немного. Очень удобно. Но некоторые пассажиры уверяют, что такие условия не на всех маршрутах. Вот, например, в автобус под номером 36 сесть не всегда и не у всех получается с первой попытки. Соответственно, там душно и жарко. А еще не всегда работает кондиционер. Не на всех. Есть очень душно. Да. Почти вся она сосредоточена в мегаполисах. А в городах поменьше, пассажирам летом, как правило, приходится полагаться только на ветерок из форточки и собственную выносливость. Мы обратились за комментарием в компанию «Транспорт Верхневоложья», чтобы узнать, почему водители автобусов, по словам граждан, не всегда включают кондиционер в столь жаркую погоду. Проведен ли соответствующий инструктаж? Ответ перевозчика озвучим в следующих выпусках новостей.